В этом году исполняется 75 лет со дня Великой Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Этот героический подвиг – один из самых значимых в истории нашей страны. Постепенно уходят участники и свидетели тех трагических событий. Но с нами остается их память. Великая Отечественная война нашла отражение в творчестве многих авторов XX века. Вспомним пятерых писателей и поэтов, которые увековечили страшные военные эпизоды в литературе. Ознакомиться с творчеством авторов можно по промокоду на бесплатный пробный период, указанному в описании к видео. Когда началась война, Борису Васильеву было 17 лет. Он сразу же ушел на фронт добровольцем. Вскоре его батальон попал в немецкое окружение под Смоленском, где шли ожесточенные бои. Васильев самостоятельно выбрался из окружения и осенью 1941 года вышел к своим. Затем он был направлен на обучение, после чего служил в воздушно-десантном полку. В марте 43-го под Вязьмой Васильев попал на минную растяжку и получил тяжелую контузию. Пройдя лечение в госпитале, он был демобилизован. Борис Васильев всегда имел тягу к литературе. Великая Отечественная война стала главной темой его творчества. Писатель начал печататься в 50-х годах. Широкую известность ему принесла повесть о девушках-зенитчицах, о зоре здесь тихие. В 70-х в журнале «Юность» был опубликован роман в списках «Незначился», посвященный осаде Брестской крепости. В основе сюжета – подвиг молодого лейтенанта и его товарищей, которые в течение девяти месяцев противостояли врагу. В 80-х вышла повесть «Завтра была война» о судьбе советских девятиклассников, которые в 1940 году еще даже не подозревали, что ожидает их и всю страну в недалеком будущем. Воспоминания Васильева о пережитом под Смоленском нашли отражение в автобиографическом произведении в окружении «Страшное лето 1941-го». Почти три месяца он добирался до своих, проделав долгий путь от Смоленска до Москвы. Здесь было все – страшные картины войны, гибель товарищей, голод, постоянная угроза смерти или плена. Недаром позже, когда Васильев уже служил в десанте, к нему было особое отношение как к окруженцу 1941 года. Помимо военных событий, в книге подробно рассказывается об эпохе Сталина, о влиянии войны на советское общество и о жизни фронтовиков в послевоенное время. Константин Симонов Константин Симонов родился в 1915 году в семье военнослужащего. К началу Великой Отечественной войны он уже имел небольшой литературный опыт и успел поработать военным корреспондентом. Именно в этом качестве он и отправился на фронт в 1941 году. За годы войны он побывал на всех полях сражений от Румынии до Германии и стал свидетелем последних боев за Берлин. Главным литературным трудом Симонова считается роман Эпопея «Живые и мертвые». Первая часть трилогии была издана в 1959 году, вторая – спустя три года, а третья увидела свет лишь в начале 70-х. Роман был создан на основе заметок, которые Симонов делал в течение военных лет. В основу первой части лег личный дневник авторам. При этом произведение не является ни хроникой Второй мировой, ни историографическим сочинением. Все персонажи романа вымышлены, хотя многие из них имеют реальные прототипы. Также Симонов широко известен как поэт. Одним из наиболее популярных его произведений стало стихотворение «Жди меня», посвященное его возлюбленной актрисе Валентине Серовой. Ольгу Берггольц называли «Мадонной блокады» и «Музой осажденного Ленинграда». В годы Великой Отечественной войны она работала на радио и читала жителям осажденного города свои стихи. Ее строки помогли ленинградцам выжить в голоде и холоде и не потерять человеческого достоинства. В тяжелые блокадные годы Берггольц создала свои лучшие поэмы, посвященные защитникам Ленинграда, февральский дневник и ленинградскую поэму. В 1943 году она написала сценарий фильма о бытовых отрядах блокадного города, в итоге переработанной в пьесу «Они жили в Ленинграде». 3 июня 1943 года Ольге Берггольц вручили медаль за оборону Ленинграда. Именно Берггольц является автором фразы, высеченной на мемориальной стене Пискаревского кладбища «Никто не забыт, ничто не забыто». Советский писатель и журналист Василий Гроссман родился в 1905 году в Бердичеве. Свою литературную деятельность он начал в 20-х годах. В начале Великой Отечественной он был призван в армию с 1941 по 1945 год служил военным корреспондентом и побывал на множестве фронтов. Гроссман участвовал в Сталинградской битве, за что был награжден орденом Красной Звезды. В дальнейшем его впечатления о сталинградских сражениях нашли отражение в романе «За правое дело». Гроссман стал одним из первых военных корреспондентов, которым довелось побывать в освобожденных концлагерях. Уже после войны, в 50-х годах, Василий Гроссман написал роман-эпопею «Жизнь и судьба», ставший продолжением романа «За правое дело». Произведение также описывает события Сталинградской битвы с сентября 1942 по февраль 1943 года. За резкую критику сталинизма все черновики рукописи были конфискованы в 1961 году, но одна из копий чудом уцелела и была вывезена в Швейцарию. Там роман был опубликован спустя почти 20 лет. Константин Воробьев родился в 1919 году в Курской губернии. В 16 лет работал в местной газете. Однажды он написал антисталинское стихотворение и, боясь доносов, переехал в Москву. В конце 30-х годов он был призван в армию. Первые его рассказы были опубликованы в 1940 году в армейской газете. В 1941 году Воробьев участвовал в битве под Москвой. Затем зимой он получил контузию, попал в плен и был переправлен в Литву, где находился до 1943 года. Он пытался бежать, но ему это удалось лишь со второй попытки, 24 сентября 1942 года. В 1943 и 1944 годах он был командиром партизанской группы из бывших военнопленных в Литве. Война стала главной темой его творчества. Константин Воробьев создал более 30 рассказов и 10 повестей. Большинство из них автобиографичны. В основу их сюжетов легли личные воспоминания автора об ужасах войны. Самым известным произведением Воробьева стала повесть «Убитый под Москвой», которая была опубликована в 1963 году. Произведение посвящено событиям 1941 года – обороне Москвы и гибели роты курсантов во время наступления немецко-фашистских войск. Чем больше времени проходит с момента Великой Победы, тем меньше живых свидетелей Великой Отечественной войны. Но память о ней навсегда с нами, в произведениях авторов, участников тех событий. Эти книги остаются напоминанием всем нам о том, из каких усилий состоит и чего стоит подвиг этих людей. Великой Отечественной войны